Добрый день! Меня зовут Алексей Шишов. Рассказать я сегодня хочу о результате, в общем-то, трехлетней моей забавы. Фактически времени ушел год на строительство этого плавсредства, растянулось это на три, потому что строилась мастерская два года. Сегодня состоится первое испытание, что из себя представляет плавсредство. Правильнее, наверное, это называется шлюп, но в нем будет вспомогательный парус, соответственно, будет шверт. Шверт с утяжелением будет одновременно и балластом, и швертом, который будет предотвращать бортовой дрейф. Выполнено все на коленке. Выполнено из обычной нестроганной доски, купленной в соседней пилораме. Доска была подсушена. Потом вот, собственно, на этом станке распущена на рейку. Доска сперва, в принципе, доска вся бралась 6-метровая. Сперва строгалась по этим поверхностям, по 150-м, чтобы получать рейки одинаковой ширины. Потом на циркулярке распускалась на рейки с запасом. Потом рейки присмусились, выглядели в рейсмусе. И все рейки, естественно, уже финально из рейсмуса выходили идентичными по этому размеру, потому что первичная доска строгалась по широкой поверхности. И на рейсмусе какое-то количество проходов выходил вот этот размер, тоже одинаковый. На борт я делал 12 миллиметров, на дни еще 16. Сперва были склеены шпангоуты, собраны. Положена рейка обшивки, все перевернуто, она открашена, блокирована, перевернуто, собрана палуба, собран кокпит. Что касается вспомогательного паруса. Вот закончил мачту снаряжать стоячим бегучим текелажем. Все готово к установке. Гик лежит рядом, лежит мачта. Мачта тоже сделана из, в общем, нестроганной хвойной доски, подсушенной до естественной влажности. Здесь же, в мастерской, внутри вклеены две пластиковые арматуры для придания жесткости конструкции. Для натяжки вант сделаны трапеции из двух блоков, которые позволяют увеличить усилие натяжки и регулировать правые и левые ванты, натяжку в каких-то достаточно широких пределах. Ну, так это или не так, покажет теперь только практика, которой, в общем, мы сейчас и планируем перейти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот завершён первый этап – погрузка лодки на прицеп для доставки к воде. Сейчас я вывезу всё это на улицу и отрепетирую постановку мачты на жёсткой первоповерхности, чтобы не оконфузиться на воде. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В эфире снова Алексей Шишов. Прошли первые ходовые испытания. Обнаружена водотечность между двумя поясами обшивки. Паясьями, как их моряки называют. Загермечена некачественно. Водотечность уделена чопиком. Таким образом зафиксировано место течи. Будет загермечена и закрашена. В общем, результат я считаю неплохой. Про остойчивость могу сказать на сегодняшний день примерно следующее. Без паруса, без ветра, остойчивость даже с установленной мачтой и гиком, то есть со всем текелажем и со всем рангоутом, остойчивость избыточная. В общем, если вот как бы в двух словах, то я в культурном легком шоке от творения рук своих. Мне нравится очень. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Резюмируя, ветер, ну, 1-2 метра в секунду, навряд ли больше. Скорость хода на сегодняшний момент не превышает, я думаю, что 1-2 километров в час, но он есть ход. Паруса все набились, то есть вооружили мы, в общем, парус правильно. После предыдущих испытаний обшивка показала себя достаточно герметичной. Шверт работает, несмотря на то, что я говорил, что его размер может оказаться недостаточным. Даже, в принципе, вот этот маленький смешной шверт увеличил остойчивость плавсредства, реально увеличил. То есть стремительность качки без парусов существенно выросла и крены уменьшились. Есть тут некоторые смешные моменты, ну, как вот те вот бантики, например. Они же рифовые узлы морские, на которых держится галсовый угол паруса главного грота. Руль достаточно эффективный, даже вот при такой скорости вполне управляемость достаточная. Как я уже говорил, схема рулевого управления реализована карельская. Для многих она не является хорошей и правильной. Я считаю ее идеальной, как, в общем, любую придумку народную. То есть на сегодняшний день родное шверботовское управление с удлинителем румпеля, считаю, от лукавого. Реализовал, поэтому, вот эту карельскую систему. Руление, кстати, мы сейчас совершим аверштаг, потому что уже берег впереди. Аверштаг – это поворот вокруг штуки. Для этого... – Белое ут intrán французское управление, которое начинает desenvolupаться укрепление поfl제로idd finde done. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok